в общем я сегодня в ударе я выпускаю аж второе видео в таком диктатурском стиле в диктаторском в диктаторном стиле я сегодня реально в ударе очень много комментариев различных прилетела под обзором на беру и хотелось бы немножко их обсудить потому что тщательно все это очень долго на видео будет очевидно быстрее я заранее все это от скринил естественно и просто сейчас подряд будем все это запускать короче первый вопрос забыл сказать что у нее имбовиши мир который после смерти бэра срезает 7 ману срезает ману это хрень несущественно бэра на самом деле очень редко умирает и даже если она умирает на минус 5-10 процентов маны по сути ну мало что решат именно в этой ситуации я так как бы тестировал и я это наблюдал поэтому это не показатель но это опять-таки все что я сейчас говорю это субъективно мое личное мнение впрочем как и обычно следующий комментарий забавно начале говорится что после ульты бэры враг не может призывать стражей на 7.00 обзора наберу минуте видно как после и ульты тела призывает двух стражей а ты посмотрел на то по каким целям били мотыльки бэры потому что я посмотрел и я знал это заранее что мотыльки бэры не били в принципе ты лурию они ударили кого-то из боковых точно двух целей точно сейчас не помню то что я фрагмент не запоминал я специально вставил этот фрагмент этого набега там скажем вообще полностью набег чтобы было видно что как бы миньоны не всегда бьют туда куда нужно и это было также ярко видно в последнем набеге который был против леди озера там тоже была подобная ситуация в которой я ультанул бэрой и как бы она не заблочила не ударила этой тычкой в леди озера из-за чего этот объект и проиграл собственно так следующий комментарий бэра хороша против монахов и талант не может срабатывать через каждую тычку и на 938 бармагол блокирует трех из четырех мотыльков а то что в классе вот talent grid я показывал набег то что там мотыльки ударили на на 1 7 8 дрейк фонга с краю и как бы попали только ну там помню 2 или 3 отражения было монаха это все рандом в любом случае но как бы сам факт есть то есть я сказал что невозможно каждый ход отражать эту херню 3 4 отразил окей ничего страшного но в остальном удар то один прошел прошел все камни вопроса быть не должно забыл сказать что скади ставит ее раком без каких-либо проблем особенно в моносуэлл и скади это вообще отдельная тема и я ее сейчас раскрывать не хочу я попозже на него и обзор сделаю и бэр тогда побольше в бароне будет вот там собственно будет видно как ваш там скади без отрядов на ману собственно играется и наконец-то в игру врывается гримбл нет нет не врывается он удаляется из игры он удаляется из состава и в принципе отовсюду ничего он не сделает путного не против ты лурии средний не против бэр и быстрый тем более ни хера он не сделает самый тупейший герой прошлого года вот принципе этим все сказано утилы иммунитет на стражей ей пофиг но герой обалденный у нее иммунитет не полностью то есть если бэра вот эти мотыльки бэры ударят до ульты ты лурии все будет хорошо это лурия никого не призовет вот это тоже как бы можно видеть на некоторых набегах в этом обзоре к чему слушать меня глупцов а потом еще пытаться по пунктам его провернуть да я могу себе это позволить я захотел я это сделал собственно все ничего больше не хочу говорить вы ли и байонгу плевать на бэру потому что у них сопротивление против недуков от лужников да по поводу вэллы я немножко накосячил я сам лично как бы когда играл за бэру очень частенько оставался там не знаю но втроем в четвером против уэллы и как бы прокидывая камни в пустоту да и естественно это логично что все эти миньоны как бы мотыльки они просто в тупую били в иммунитет и не более поэтому до добивать вэллу к примеру нужно камнями как и байонга соответственно как же сложно говорить не по сценарию против нее байонг ран мир и хорошо зайдут байонг да не буду спорить ранвир не вижу прикола у него только иммунитет от яда не более все остальное как бы ну ну ударит ранвир ну и что ну как бы ну блин это ранвир был бы у него навык царя обезьян окей атаку это ранвир он рандомный ну как рано но он стабильный но при этом рандомный то есть он может так же промазать и короче я думаю все прекрасно понимаете на нее люди в донят и потом разрабы пофиксят начнем с того что люди в нее не в доне потому что призыв уже закончился буквально по вчера вот поэтому как бы пока что ждем дальше спасибо за обзор как сишат превратилась зихад или это другой герой в принципе коммент отображает всю суть бытия которую многие из нас наверно постигли когда только вышла зихад именно поэтому я его называю зихад тоже мне нравится это название мне не понравилось и и сишат не понравилось зихад топово звучит грозно зихад прям как будто зигу кидает но слава богу не в том не в то времени в том месте вдобавок к сказанному видосе или эпох на эту беру нее иммунитет митин это я уже тоже обсудил в принципе думаю мне к этому возвращаться не нужно ну вот что ты наделал бы раз специально записали средники что прозрабы не херилить процент вылова низа к бабула хоть там где поимка немерено сейчас я финны херак пиксится но так нельзя бы я сомневаюсь и пофиксит потому что это основное оружие против меня щеков вы наряду как бы с тем что сейчас рулят ла вы не вы и мы вообще в принципе неважно очень многие просили контр атакующего героя на ты лурию и не только собственно его вели вот пожалуйста довольствуйтесь да он немного им балансе ну вы пока просто это не все понимаете потому что их пока еще очень мало прошло пара тройка дней как бы вот через месяцов через два все устаканится и вы поймете чё к чему да почему а чё бы не взять зайку тибурца в костюме сишат пантеру хиона можно норм с ней можно соорудить без дотеров насчет зайки я чё-то вообще не подумал в принципе но тогда с ней обязательно нужно брать жанна франсуа тогда вот будет топово вот чтобы жан сначала ультовал и защищал скажем так от всякой херни ну и дальше собственно зайка похерай к там или даже та же самая грозуль в принципе неважно главное герой который блокирует нанесение четырем остальным героем срез атаки вот это самое главное а в принципе на этом все закончилось в общем как какой-то такой не знаю вот пересказ комментов я сделал потому что но это реально очень долго было описать каждому и так далее поэтому предпочел сделать видео такое коротенькое естественно 10 минут почти в общем ладненько сегодня в ударе поэтому как бы ловите два видоса спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки в комментарии им скоро очень интереснее всем пока